Всем привет и сегодня я расскажу как играть в настольную игру рыцари против поработав это простая карточная игра ну простая она по своему наполнению по составу то здесь только карты и 4 деревянных кубика но не простая по стратегии по тактике и понятно по интересу как я уже сказал игра состоит из карт кубиков и состав входит специальное дополнение поручений короля кибертании его можно не использовать на начальном этапе также вы могли получить промо карту принцессы и и также не рекомендуем использовать начинающим игрокам а добавить потом уже в игру когда научитесь основным правилам так какие у нас карты есть в игре в игре есть спец карты вот такие оранжевенькие их четыре штуки карты которые формируют наше подземелье замка короля кибертании в котором мы и будем бродить искать трофеи и злобных поработав карты игроков 4 игрока на сайте просто роботу в разделе игры вы можете скачать специальный файл и распечатать карту игрока для пятого то есть черного цвета и играть в пятером карты персонажей карты поработав разного вида и карты трофеев которые бывают трех видов о чем я расскажу далее также есть ловушки все вот и весь состав игры то есть в игре специальные паровые роботы в игре есть трофеи трофеи делятся на три вида есть трофеи ножницы есть трофеи камень значок в левом верхнем углу есть трофеи бумага вот этот значок и он очень важен нам будет для дуэли именно по методам камень ножницы бумага будет определяться победители дуэли и дополнительно карта ловушка она позволяет ловить поработав по персонажем по персонажем есть рыцари они здесь двух видов булавой и с мечом есть повар с поварешкой и есть такой персонаж как маг он один на всю игру он кому-то может полезный будет кому-то может быть вредный потому что он может когда он попадает вам в команду вы можете драться только бумагой то есть все ваши персонажи теряют все свойства и они уже не могут выводить из строя поработав с помощью мечей или с помощью камня то есть помощью ножниц камень уже не работает работает только трофеи бумага по спецкартам спецкарт 4 самая злобная самое страшное это дракон то есть когда вы играете дракона у вас сгорает абсолютно вся бумага в зависимости от того как вы его играете либо на всех игроков либо только в дуэли и теряется один персонаж карта жадности это хорошая карта она позволяет вам взять дополнительную карту из игровой колоды к вы берете одну карту вы можете взять две ну или взять дополнительную карту далее карта рынок вы можете поменять трофей у себя с трофеем у любого соперника какой вам понравится и карта вор вы можете стащить любого персонажа у любого соперника но этот соперник может отбиться от вас либо трофеем камень либо трофеем ножниц также сверху есть специальный значок на котором нарисовано когда вы можете использовать данную карту то есть вот эту карту можно использовать на дуэли это тоже эту тоже а вот эту нет как видите здесь есть минус один это означает что если в конце игры вот эти карта станцию вас на в руке то в вас вычитается одну очку поэтому эти карты нужно как можно быстрее использовать чтобы они не помешали вам в конце игры так так же если как видите здесь сверху снизу есть какие-то монетки на картах это те то золото те очки которую получите в конце игры дополнительные очко вы получите если у вас под вашим персонажем будет трофей вот этого вида например если под этим рыцарем будет лежать именно меч который изображен на рисунке вы получаете плюс одну очку то же самое здесь если под этим рыцарем будет лежать булава вот такая вы получаете еще одну очку упор золотая поварешка у мага здесь такого нет то есть поэтому он персонаж именно что позволяет вам использовать ненужную бумагу которую трудно применить против поработав так теперь по по работам по работы тоже бывают трех видов сейчас еще одного найду в игре по работу нас трех видов они также дают в конце игры по одному очку и вычитают одно очко если остаются в руке вот этот поработ вы его можете победить либо камнем либо ножницами вот этого бронированного поработа можно победить только камнем значок а вот этого поработа с копьем можно победить только ножницами бумагой побеждать нельзя только если у вас есть маг так ну карта лабиринтов карты нашего подземелья ведь здесь есть входы и выходы то есть это означает что вы можете переместиться вот наберут с этой карты либо вверх либо вправо либо вниз то же самое на остальных картах есть специальная карта сундук то есть если вы перейдете на эту карту местности то вы должны будете одну карту у себя с руки сбросить и одну карту взять то есть это получается карта обмена так но остальные карты здесь просто больше такой красивые рисунки можете походить посмотреть что вообще подземелье находится ну и кубики они отображают ваше положение в подземелье начало игры выбираем цвета для ваш для игроков мы предположим будем играть вдвоем то есть у нас красный и синий игрок далее что нужно сделать берете карты персонажей маг отправляется в общую колоду остальные карты вы также смотрите и возвращаете в общую колоду двух поваров которые есть они вам попадутся в процессе игры и вот у вас оставшиеся карты есть вы их перемешиваете каждому игроку случайно кладете по две карты всех остальных рыцарей также возвращать в колоду так ну кто нас здесь получился то есть красного игрока команда рыцарей такая у синего игрока команды рыцарей будет вот такая все это ваша команда на игру теперь под одного рыцаря у нас бедные рыцаря вы тоже бедный поэтому вам много оружия не дали вы каждому рыцарю даете по одному виду оружие его вида предположим я беру меч этого игрока будет меч синего красному игроку мы дадим булаву и ищите в колоде булава вы даете и красному все команды сформированы так вас игровая колода куда вы вернули рыцари туда же возвращайте спецкарты теперь по лабиринту сразу же по подземелью которым будете ходить вот эту карту с сундуком вы убирать в колоду и не используйте далее берете центральную карту вот она с четырьмя входами выходами значит центр и из колоды берете можно случайным образом число карт которое равно число игроков плюс один у нас два игрока значит мы берем три карты все остальные карты мы возвращаем в колоду и выкладывайте лабиринт предположим вот такую сюда можно пройти сюда и вот так все то есть вы сформировали подземелье берете фишки соответствующих цветов красного и синего и кладете их на центральную карту начальная раскладка сделана колоду куда вы положили как видите карты лабиринтов спецкарты рыцарей вы тщательно перемешивайте чтобы у вас карты были случайным образом выпадали вообще рекомендуем когда карту кладете местности или там рыцарь случайно места положить в колоду тщательно перемешиваете откуда каждый игрок может дотянуться и забрать предположим сюда так но оставшиеся фишки убираете как помните принцессу и карта поручения мы не используем все начальная раскладка сделано можно начинать игру определяете кто ходит первым метам камень ножницы бумага предположим первым ходят синий у игрока есть два действия которые он должен сделать если посмотрите на памятку то есть увидите что вы можете сделать первым действием и что вы можете сделать вторым действием то есть если у вас на руке нету карт нашем случае у нас нету карт вы можете переместиться на любую клетку то есть на карту местности которые у вас свободно ну или не свободно там тоже кто-то может находиться главное чтобы там был выход то есть я могу переместиться сюда 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 и сюда то что есть входы выход либо вы можете остаться на вот этой карте на которой вы находитесь где у нас красный игрок и вызвать его на дуэль то есть вот второй значок дуэль если бы у вас на руке были карты вы могли бы вызвать игрока на дуэль переместиться на другую карту местности либо пропустить ход то есть ничего не делать так ну вот эти карты двухсторонние если вас убьют вы становитесь призраком у вас просто будет меньше вариантов то есть даже если вы призрак вы также можете перемещаться вызывать на дуэль ничего не делать у вас просто гораздо меньше вариантов на второе действие так ну нашем случае предположим я драться еще не хочу я хочу сходить сюда перехожу и беру карту я взял карту видите сразу попадается персонаж я его обязан добавить себя в команду это не очень хороший персонаж мне сейчас драться придется бумагой то есть мой меч превратился в полную рухлядь он ничего не может делать ну что делать будем избавляться от этого мага я мага добавил себе в команду то есть вторым действием чтобы я мог сделать вторым действием чтобы я мог сделать я мог бы ничего не делать поместить трофей на персонажа либо драться с поработами либо применить спецкарту ну смотрите как то если вы вам попадается персонаж или карта местности вы ее выкладывать и вы еще раз берете карту нашем случае по работе если бы у меня не было мага я помог его победить но в данном случае если вас есть как бы два варианта то есть я могу выложить его драться так как у меня нет бумаги победить его не могу но я могу выставить против него мага и он у меня испугается и сбежит но я потеряю по работе либо можете ничего не делать и подождать что вам попадет в руку может быть какой-то вариант будет гораздо интереснее но я предпочту избавиться от мага хоть и потеряв по работе и поэтому выставляя против него персонажа корону победить его не может и поэтому сбегает все мой ход закончится теперь второй игрок у него также вариант мы предположим он не хочет драться он будет исследовать лабиринт переходит на карту местности берет карту ему также попадается по работ смотрите по работ которого может победить только камни поэтому у него есть только ножницы он решает если смотреть по карточке ничего не делать и эта карта остается у него в руке руку предположим будет вот так покажу что она будет здесь так все каждый игрок сходил круг замкнулся следующий ход повторяем карт на руке мне нет следовательно я должен либо ходить либо вызвать кого-то на дуэль то есть остаться на месте вы можете только в том случае опять сход посмотрите памятку ничего не делать может только в том случае если у вас на руке есть карты поэтому я хожу беру карту мне опять попадается по работ я перехожу ко второму действию второе действие опять же берем памятку если есть на руке карты я могу победить по работа как я это делаю я его говорю нападаю на по работа по работа у вас в руке выкладываете побеждать его вы можете только тем оружием которое есть под рыцарем то есть не в руке а именно под рыцарем вы берете ваш меч смотри ножницы победить можем да побеждаем все оружие испортилось одно одноразовое отправляется сброс а по работ остается у вас стопки побед но рекомендую вот так повернуть и положить сверху вашего карты вашего цвета все я ход закончил теперь красный игрок а красный игрок решает но ему надо ходить в любом случае и у него вариантов нет то есть у него карт хотя есть у меня есть карта на руке по работа он может не ходить может пропустить ход ничего не делая то есть если у вас на руке есть карта разом нашем случае у красного есть по работ вы можете ничего не делать но то не берете новую карту либо вы перемещаетесь но красный вот предположим переместился к синему что это означает означает что вы на синего нападаете то есть если вы переходите на карту местности где находится уже другой игрок вы обязаны или несколько игроков вы обязаны на кого-либо напасть то есть вы сразу же переходите к дуэли теперь разберем как играть на дуэли дуэль начинается с того что все игроки берут из колоды по одной карте не показывая то есть тут уже этот игрок взял и вот этот игрок взял после этого каждый игрок выкладывать с руки то есть вот этот важный момент не то что вы не ту карту которую вы взяли вы можете выложить ту которую вам понравится с руки выкладываете в закрытую карту дуэли ну вот этого игрока варианта нет он выкладывает ту карту которую взял а я предположим возьму вот этого по работал после этого карты переворачиваются смотрите что получается у нас получается по работ против него выставлен камень камень бьет по работа и если я не красный игрок ничего не сделает то синий игрок заберет себе карты в результате этой дуэли как считается результаты дуэли если здесь будет камень-ножица-бумага то есть трофеи то выигравший игрок по камень-ножица-бумага забирает обе карты если выставляется по работ то оружие выходит из строя по работ забирается игроком нашем случае если у нас красный игрок сейчас ничего не предпримет то синий игрок победит по работой получит дополнительное очко то есть он его заберет себе в стопку побед но один раз за ход вы можете поменять результат дуэли выложив карту у нас красный игрок решает что не надо чтоб синий игрок победил по работа поэтому он выкладывает сюда сверху карту камня и мы получаем ничью при ничьей все карты отправляются сброс то есть вот смотрите если кто-то из игроков выложил карту изменил результаты дуэли в любом случае все карты отправятся сброс то есть если хотя бы одна карта лежит сверху все дуэль считается она изменить вы менять состояние но она уже автоматически проиграна обоими игроками если бы чтобы было если бы у нас у игрока здесь не было камня а предположим камень был у этого игрока под рыцарем и он выложил по работа ну здесь какая там камень например был бумага к примеру тогда игрок должен был бы с по работам драться и в этом случае он был обязан драться именно только трофеем не с руки то есть мы могли бы с руки конечно выложить к дополнительную карту но в данном случае вам нужно было бы драться вот этим камнем так ну в нашем случае красный игрок решил чтобы но потерять камень ну чтобы никому ничего не досталось и все карты отправились сброс то есть дуэль получается прошла в ничью играем дальше синий игрок разозлился и решает остаться на этой же карте то есть смотрите если вас на руке нет карт вы либо должны ходить если у вас нет соперников ну в нашем случае можете просто напасть опять же игроков нет карт каждый берет по одной то есть синий игрок взял красный игрок взял карту дуэли и смотрят результат так камень камень ничья измените мы ничего не можем дают менять смысла нет обе карты уходит сброс теперь красный игрок решает все таки убежать убегает на соседнюю карту берет из колоды карту в руки у нас получается камень вторым ходом он может эту этот трофей выложить себе под рыцаря под рыцаря можно этот персонажа вашего выложить только один трофей то есть нельзя тут на первых оснастить его булавой и камнем дополнительно все выкладываем трофей ход заканчивается синий игрок решает ну надо поискать сокровище берет карту также получает камень у него ничего нету у рыцарей он выкладывает также карту красный игрок ходит берет карту бумага бумага не интересная и оставляет ее себе просто на руке синий игрок смотрите ему деваться некуда он не нет карт на руке поэтому она не может пропустить ход он обязан ходить он нападает на красного игрока дуэль берется карта красный игрок тоже берет карту красного игрока есть преимущественно может посмотреть две бумаги тут варианта нет он выкладывает на дуэль бумагу предположим синий игрок тоже выложил карту посмотрим результат дуэли так у нас получалось бумага бумага ничья так ну колода похоже перемешалась не очень хорошо это сейчас сделаю еще раз чтобы карту выпадали в порядке более случайным так синий игрок сходил дуэль ничья красный игрок убегает берет карту спец карта вор то есть можно эту карту применить каким образом то есть вы можете своровать если посмотрите вот правило снизу видите вор написано если у вас есть место для трофеев вы можете забрать любую карту трофея рыцаря повара или персонажа у любого игрока то есть чтобы забрать трофеи вас должно быть здесь вот место но я могу попытаться забрать у него рыцаря то есть сыграть эту спец карту говорю я у вас тебя ворую рыцаря вот этого себе что может сделать игрок он может пожертвовать камнем или ножницами и отбить и рыцаря у меня получается по вор убьет и вор пропадает но игрок решает ладно пускай забирает на всякий случай и получается спец карта сработала теперь синий игрок синий игрок так вот здесь подвинем немножко чтобы было видно что у нас у красного игрока в команде теперь три рыцаря синего только один синий игрок решает отомстить он идет красному и говорит дуэль берем по карте синий игрок выкладывает карту у красного игрока на руках теперь есть получилось карта местности вот если она выпадает вы обязаны сразу же выложить любое место как вам понравится вам что был на нее проход соседней карты и еще одну карту взять так так вот у красного игрока работ и бумага он решает выставить по работе посмотрим что у нас будет по результатам дуэли дуэль ну синий игрок также получается получил сундук он его сюда выложил так и получается карта на дуэль вот эта пошла так по работ против по работа работ против по работа то есть две одинаковые карты две одинаковые карты они отправляются сброс не удалось никому никому навредить так теперь теперь у нас красному игроку вариант у него есть карта может ничего не делать оставаться на месте не брать карту тогда ему на придется драться с синим либо он то что если вы находитесь на карте с другим соперником вы обязаны с ним драться либо может сходить красный игрок у нас хитрый решает забежать берет карту по работ и вторым действием ну смотрите у вас на руке бумага и по работ поэтому он решает давайте я победу буду побеждать по работа говорит все я побеждаю по работа его можно победить либо ножницами либо ко мне давайте победим вот ножницы все оружие уходит сброс сломается а по работ в копилку так теперь ход синего игрока вот ведь он хочет сходить ему либо драться либо ходить а нельзя видите потому что здесь вход закрыт то есть нету стрелочка должна быть чтобы перейти с карты на карту эти стрелочки должны быть друг на друга направлены то есть ему опять приходится идти красным и опять драться так вот он берет карту это у синего игрока это у красного игрока ну красный игрок решает что по работа ценный давайте я выставлю бумагу и выставляет бумагу дуэль переворачивается смотрим по работ нельзя победить бумагой он нападает на красного игрока у красного игрока вариантов только несколько либо пожертвовать персонажем либо победить по работа но только картой из-под рыцаря красный игрок думает все таки карты из-под рыцаря не дают больше очков он решает пожертвовать персонажем и вот этот рыцарь он пугается избегает по работа также и вот эта карта бумаги отправляется сброс теперь красный игрок красный игрок решает нет надо убежать переходит на карту местности берет карту эти еще карты местности вы можете ее положить куда куда хотите можете вот сюда положить положим так верить сразу еще одну карту по работ вы решаете его победить все вторым действием выкладываете побеждаете вот этой камни по работе идет к вам камень отправляется сброс синий игрок ходит сюда берет карту по работ тоже решает победить потому что вот этого красненького по работу может выйти бы камнями либо ножницами вот этим трофеем он побеждает красный игрок ходит сюда камень вторым у вас на руке есть по работ есть камень то есть по работу вы можете выложить не можете выласть победить то что из его выложите вас драться с ним не с кем вы то потеряете рыцаря спускается на руке камень вы можете оснастить вашего рыцаря. Поработает у вас в руке, остается. Так, теперь синий игрок решает напасть на вас. Дуэль. Синий игрок берет карту. У него камень. Вы берете карту, у вас ножницы и поработа у красного игрока. Так, ну, предположим, красный игрок решает выставить поработу. И опять же, опять же, у нас на дуэли получается камень против этого поработа. Смотрите, казалось бы, победил, нет, не победил. Этот поработ хитрый, его можно победить только ножницами, а у вас камень. Поэтому поработ на вас нападает, вот эта карта уже не действует. А в данном случае у вас нечем драться, абсолютно. Потому что драться против поработы можно только картой из-под рыцаря. Поэтому рыцарь у вас сбегает. Все. Синий игрок потерял всех персонажей. Как только игрок теряет всех персонажей, либо заканчиваются карты в колоде, тогда игра переходит... По последнему ходу может делать каждый один игрок после игрока, который уже все потерял. И игра фактически заканчивается. То есть у нас красный игрок может поменять одну карту трофеев только у себя с руки. То есть он, предположим, здесь камень, а у него есть здесь меч. То есть он не выложить дополнительные трофеи может, а поменять. Но поменять можно со сдвигом. То есть в данном случае вы можете поменять вот этот вот камень на вот эти... Вот этот меч, на вот эти ножницы и положить ее, сдвинуть под рыцаря с мечом. Для чего это нужно? Чтобы получить сет. То есть потому что чтобы у вас было плюс одно очко дополнительное. Все. Вот все, что у вас осталось на руке, идет сброс. То есть у синего игрока ничего не осталось. У красного игрока получается сброс идет вот этот камень. Теперь подсчет очков. Смотрим, что вы заработали. Вот все, что у вас есть на руке и где есть значок минусов, это вы не сбрасываете. Это поработы, это спецкарты. Они у вас будут уменьшать количество очков. Смотрите. У синего игрока одна монетка, две монетки. То есть это трофеи. Два очка у красного игрока. Два побежденных поработа. Две монетки, два очка. Далее рыцарь. Одну очко. И далее рыцарь, но совпадает оружие. Поэтому получается два очка и еще два очка за трофей, который вы заработали. То есть считается только трофеи под рыцарем. Итого у красного игрока один, два, три, четыре. Ой, то есть один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь очков. Красный игрок победил. Вот такая незамысловатая игра. Когда играете вдвоем, втроем, вчетвером, то ажиотаж достаточно большой. Главное помнить по порядку действий. Это все написано на памятке. Если вы забыли, пожалуйста, используйте памятку и играйте. Ну, если вы играете втроем, то вот этот рыцарь синий у нас, видите, когда его побеждают, он переворачивается, становится призраком. Он бы оставался в игре, и вы могли бы мешать остальным игрокам зарабатывать очки. Ну, или возродиться, если вы находите кого-то из, случайно, из новых рыцарей в команде. То есть, когда карту берете, у вас, например, если вы взяли карту, то же вы синий игрок, вы взяли верхнюю карту, у вас выпал рыцарь. Как только вы находите какого-либо персонажа, вы возрождаетесь. И можете продолжать игру дальше. Теперь по спецкартам и по дополнению. Карта принцессы, она тоже является персонажем, она достаточно интересный персонаж, но ей играть достаточно сложно. Во-первых, смотрите, когда вы ее берете, вы ее выкладываете тоже к себе персонажем. Он также может носить любое оружие и тому подобное. Но, как только вы против нее выставляете по работе, и у вас нечем от него отбиться, она пугается, и вы ее обязаны положить в колоду куда-нибудь. То есть, засунуть ее там в серединку. Поэтому она может у вас сбежать. Далее, в конце игры. Если у вас нет дракона на руке, вы получаете минус 3 очка. Если же у вас есть дракон на руке, вы нивелируете его свойства. То есть, вы не получаете штраф за дракона. Еще получаете плюс 3 очка, потому что принцесса любит дракона. Карта такая интересная. Можете ее использовать, можете не использовать. Эту карту вы можете получить либо на выставках, либо у некоторых наших партнеров. И обязательно вы ее получите, если закажете игру у нас в интернет-магазине. Дополнение поручений короля Кибертании. Вы в начале игры, каждый игрок берет одну карту этих поручений. Смотрите. Закончить игру с двумя или более трофеем бумаги. То есть, если вы эту карту не показываете другим игрокам. Если вы игру закончите и выполните это условие, то вы получите плюс 3 дополнительных очка. Также здесь есть условие. Закончить игру с трофеями одного вида, например. Закончить игру с драконом на руках. Вот представьте, вы заканчиваете с драконом, штрафа не будет. С принцессой, это вообще вам 6 очков, там еще больше получите. Победить не менее 4 поработав и так далее. То есть, вы можете вот эти личные поручения использовать. Их игроки не видят, ваши соперники. Но они могут вам принести победные очки.